здравствуйте дорогие радиослушатели в чикаго 308 сегодня четверг и в эфире программа политинформания и ее ведущие геннадий брумер и эдуард сегодня мы поговорим о человеке об очень интересном человеке его зовут алексей анатольевич навальный этот человек который является на сегодняшний день самой большой головной болью российской политики а точнее российского российского президента владимира путина что очень интересно еще в 2005 в 2011 году о нем знала 5 процентов живущих москве будем брать только москву на сегодняшний день 89 процентов его значит популярности москве 89 процентов о нем знают хоть и президент путин не упоминает его имя в своих значит обращениях когда задают ему вопрос о нем я считаю что это большая глупость потому что чем больше он будет о нем молчать тем больше популярность навального будет расти и так аген я щас скажу наш телефон потом мы с геной побеседуем минут 10 потом начнем принимать звонки мы сегодня будем не только о навальном но мы сегодня говорим об оппозиции российской оппозиции в целом если у них возможность прийти в россии к власти и в первую очередь в лице вот именно этого персонажа наш телефон 847 4 до 0 5 2 2 0 и так хотел бы еще сказать чтобы нас смотрели на канале youtube народная волна чикаго пишите оставляйте ваши лайки пишите ваши заметки ваши интересные то что вас интересует будем отвечать и общаться и так ген а что ты думаешь по поводу алексея навального как личности как а личности как о политике о политике а современной россии и а его перспективах прийти власти после владимира путина давай сразу быстро скажем нашим радиослушателям может быть не все знают кратко о нем несколько слов алексей анатольевич навальный родился 4 июня 76 года он абсолютно молодой человек 43 года в подмосковье и у него есть брат олег он получил навальный получил образование юриста в институте патрисом лумбы и у него есть второе высшее образование которое он получил финансовом институте при правительстве россии вообще это очень противоречивый человек мне кажется по той причине что у него есть за а про и контра за и против например мне он напоминает одного еще одного очень интересного политического персонажа в в послесоветском периоде который вчера кстати отметил 25 лет царствования или пребывания на своем троне это александр григорьевич лукашенко батька всея белоруссии вот он мне кажется очень напоминает молодого то есть навальный его напоминает молодого он тоже был боролся тогда с коррупцией он тоже был ну у него было у лукашенко было немножко больше значит он был депутат парламента но вот он был тоже такой прогрессивный всем известно чем все это закончилось вот два еще слова про навального значит еще в 2006 году он выходил на русский марш с таким националистом как демушкин а в 2008 году навальный полностью поддержал операцию российских войск в грузии по отторжению абхазии осетии и даже называл грузин очень нелицеприятно грызунами кстати от позиции по грузии то что сегодня кстати актуально он не отказался при том что единственное сказал что был неправ его в резкие выражения по поводу грузин ну а так он ну вот смотри генда мы помним что еще в 2000 до 2000 года до политику приходили такие очень интересные харизматичные люди да как немцов можно назвать иначе команда команда да то есть это уже даже то есть люди как бы были на виду и вдруг появляется вот такой человек до 2011 году кстати которые до 2011 года если вспомнить он принадлежал партии яблинского яблока яблоко он сотрудничал с этой партией и вдруг такой феноменальный взлет да такая феноменальная известность вот надо кстати отдать должное он довольно очень энергичный человек и человек который можно сказать мужественный вот он такой знаешь стойкий оловянный солдатик либо или называя сегодняшним языком политическое животное в смысле в хорошем выживаемости да давай напомним что в двенадцатом году на выборах мэра москвы навальный набрал 27 с половиной процентов при том что по русской традиции по путинской традиции значит у него процентов 10 украли для того чтобы не было второго тура для собянина который был избран как бы в первом это был провал но все-таки 27 процентов можно ли да можно ли назвать алексея навального популистом я думаю что он популист но в смысле сегодня большинство политиков молодых политиков они все популисты они многое обещают это сегодня такой тренд я бы не сказал что он как-то выделяется или отделяется от европейских политиков от того же макрона или может быть даже зеленского от людей которые хотят в власти прийти это их позиция сначала много обещать говорить что я прогрессивно а потом делать уже реальную политику давай напомню еще раз наш телефон и мы начнем принимать звонки от наших радиослушателей 847 4 2 0 5 2 2 0 и тема сегодняшнего разговора сегодняшней беседы это российская оппозиция если у нее возможность прийти легально власти или может быть кто-то выскажет идею по поводу революции естественно мы сегодня говорим про главного героя сегодняшней оппозиции это алексей навальный было бы интересно услышать ваше мнение люди которые интересуются российской политикой и что может последовать есть вот так вот гипотетически да представить что это человек приходит власти что может за этим последовать давай мы еще разделим все-таки оппозицию потому что в россии владимир путин сделал искусственную оппозицию которая находится в парламенте карманная да тот же жириновский тот же зюганов миронов они считаются оппозиции но есть не системная оппозиция реальная оппозиция которая хочет прийти к власти которая у которой совершенно другие идеи по поводу обуста обустройство российского государства вот наверное навальный и является самым ярким лидером этого этой не системной оппозиции можем принять звонок говорить а пока звонков нету да давай давай скажем о том что навальный делает очень хорошую вещь он у него есть фонд борьбы с коррупцией фбк где он выпустил несколько очень качественных антикоррупционных фильмов напомним это он вам не зимон фильм про премьер-министра да кстати хочу извиняюсь геншу тебя перебиваю те кто не видел этот фильм он вам не димон да и те кто являются большими поклонниками российской значит сегодняшней политики я мужчины комедую посмотреть этот фильм на youtube канале он общедоступен поэтому это как говорится не будет проблемой мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый день добрый день меня слышно да 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 вас слышно говорите пожалуйста я хочу сказать вам что вчера на вашем радио выступал такой политики правозащитник константин баровой да да конечно конечно вот так он сказал что навальный это очередной проект ССБ он сказал что он сливает ту же информацию которую ему сливает ССБ и работают разные группировки которые между собой борются вот и еще один вопрос вы разве не знаете у кого выпускал институт или университет по ту же информации или вы не знаете кого выпускали переводчики факультеты ленинградского нет но все правильно да мы не на стороне навального как такового мы обсуждаем его как фигуру которая сегодня является понимаете а говорить о сегодняшней политики и российской политики и не говорить об алексея навальным это все равно что говорить о каши и не пробовать ее понимаете то есть нужно об этом человеке говорить хотя вот владимир путин еще раз хочу сказать да я считаю делает огромную ошибку как бы не называя его по имени и не давая как говорится своих каких-то оценок его деятельностей потому что мы знаем что в россии до свое время горбачев точно так же почти ну не точно так же но близко относился к борису ельцину при небе с таким пренебрежением политическим чем все закончилось нам всем известно говорите пожалуйста я могу сказать что в россии никогда не было нет и не будет у власти честного и порядочного человека я не знаю кто такой наваляне честного человека там не будет его не допустят спасибо 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 за ваше мнение значит давай мы продолжим о том что он сделал несколько фильмов значит фильм о чайке это генпрокурори россии он сделал фильм как мы говорили уже про премьер-министра медведева кстати вот недавно был интересный фильм о том как построили дом в центре москвы и туда заселили значит чиновников московской мэрии где среди них оказалась известная актриса гузеева хотя дом обещали построить для бедных людей малобюджетных ну для учителей наверное вот но квартиры там по полтора миллиона долларов поэтому вот они были все подарены они надо уточнить что он сделал акцент на том что эти квартиры в центре москвы были подарены добрый день говорите пожалуйста вы задали вопрос оппозиции в россии да значит оппозиция в россии что там может быть там никогда не может оппозиция особенно сейчас прийти к власти а я с другой стороны подхожу потому как путин приготовить себе как будет как я это вижу путин подготовить себе преемника преемник подготовит команду такая же команда как у путина и на сегодняшний день это вот так это конечно перспективы такие не красят но это мое личное мнение так как путину некуда деваться ему некуда деваться слишком много дел там натворили и нарубили долг ему нужен будет то же самое как он в свое время ельцин прикрыл свои себя и свою семью путиным точно так путин тоже будет прикрыть всех своих так всю свою команду из тебя особенно то есть будем так говорить никакой возможности прийти на честных выборах власти в россии нету да пока нет абсолютно это не в зависимости то навальный ли это пупкин ну все таки давай будем говорить что абсолютно пока нет дело в том что очень сильно оппозиция как бы глубоком подполье они не могут они не могут допустим выйти так как сейчас грузия выходит но большевики что же когда-то были в глубоком подполье и даже за границей когда-то же власть российская упала время завстала за все это время путин очистить но утвердился у него есть специальные свои как говорится кайковский войска которые тоже за эти годы он очень сильно укрепился ребята вы это знаете да ну да конечно я не вижу я не вижу вот это пессимистически таки пока что прогнозы пока не вижу спасибо за вашу время спасибо добрый день я покажу пока нет звонков можно вот с этим человеком я согласен полностью если вы помните ребята когда был разговор между путиным и ксении собчак помнишь дала как бы вроде бы она задавала вопросы и она у него спросила то есть вы считаете что в стране не может быть перемены власти на что и путин очень четко ответил прямо прилюдно вот так до тех пор пока я не увижу кого то которому я смогу передать эту власть перемены власти не будет он это сказал открыто ну да 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 то есть мы мы сегодня говорим об оппозиции есть два звонки пожалуйста мы вас слушаем добрый день говорите пожалуйста здравствуйте слушайте я не знаю по поводу на вольного мне кажется он он какой-то странный оппозиционер это как машина едущая на колесах понимаете с одной стороны он буду рад бодоражить на ручше вот там коррупция воровство туда-сюда и с другой стороны никаких серьезных призывов каким-либо серьезным переменам но он сидит долго его все-таки он не успевает выйти из подъезда как его арестовывают он все время сидит по 15 по 30 суток в кпз вопрос почему его не арестовывают а вот почему его не арестуют он брата его арестовали брат его недавно вышел из тюрьмы а вот его не трогают а вот это мне тоже очень интересно нет и совершенно непонятно спасибо спасибо у нас есть звонок добрый день ну да в общем идет прекрасная игра очень прекрасно навален сидит тюрьме и кушает красную икру ставленник кремля это идет колоссальная игра путин знает как играть карты международного плана вот и все вот такое мнение спасибо спасибо добрый день говорите пожалуйста мы вас слушаем значит не слушай говорите пожалуйста да говорите алло здрасте навальный это стопроцентный проект кремля стопроцентный только он просчитаны на много ходов вперед на стопро стопроцентно нормальных оппозиционеров таких как им царство и небесных их убивают садят тюрьму выдавливают со стороны а умные самые убегают запугивают а это стопроцентный проект кремля с дальним уклоном они с дальним уклоном спасибо спасибо за слон и казачок то кстати может быть это и есть тот человек которого путин готовит на свое место может быть мне сейчас просто понравилось как наш радиослушатель сказал по поводу красной икры или черной икры вот может быть он поэтому ген и возвращается туда начать периодически потому что там давай давай будем говорить серьезно все таки он делает вопрос подачи понимаешь вопрос вот кстати то что наши радиослушатели говорят может быть как раз эти фильмы до которые он делает и выгодны кремлю в том плане чтобы вот это окружение до которые у путина есть шерстить немного шерстить даже по ней не расслаблялись поэтому это это теория тоже имеет место быть да согласись добрый день говорите пожалуйста говорите это снова слушайте меня еще вот что очень интересует вы помните вот все вот эти шествия там демонстрации которые он выводит на улицах да при этом всех кого загребают вот эти космонавты да все все эти ребята все эти там я не знаю старики все кто под руку попадают кто их вытаскивает потом из из тюрьмы из кпз кто их оттуда вытаскивать не навальный вытаскивает кто угодно только не навальный вот это мне тоже может быть у него возможности такой нет он как бы сам там очень интересно у него есть возможность вытаскивать тысячи людей на улицу но у него нет возможности потом этим людям помогать но дело в том что вот сколько я наблюдаю да меня это даже комедию немножко вызывать не успевает он с подъезда за булкой выйти да как он сразу едет недалеко от домах правда недалеко ему сразу дают 15 суток там по закону да потом он выходит и покупает булку и возвращается домой вот при этом он успевает вытащить целую демонстрацию на улицу вот это тоже молодежь молодежь он надо сказать честно он человек харизматичный да умеющие правильные говорить и находиться но 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 что интересно он очень слабый спорщик вот как лидер как выступить на площади у него очень неплохо получается а вот на дожде у него было несколько диалогов и с тем же как он забыл имя стрелков до стрелков и снег с стрелков 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 у него это тяжело аргументация у него тяжело получалось а не спасибо большое другое слушайте это человек он же полно с юридическим образованием да да я я видел несколько его выступлений в студии вот где он там пытался сам себя защитить даже я человек без какого-либо юридического образования я понимаю что он как юрист полный ноль ну он политикой занимается я бы наверное смогла сказать ну как минимум в пять раз больше привести аргументов чем он вот это вот это ну как то вообще не в дугу совершенно ну будем смотреть дальше что будет происходить спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день ох вы так здорово про эту булку сказали это ж булка не нужна ему для икры черт побери спасибо спасибо говорите добрый день здравствуйте вас очень плохо да говорите пожалуйста да я просто хотела заметить что вот мне например кажется очень странным что Навальный когда он призывает людей выйти на демонстрации все выходит и его аккуратненько там перед демонстрацией иногда за день до этой демонстрации попил ручки сажают куда-то на 15 на 30 суток он там отсиживается его не бьют его не увозят в заках в этих какие-то эти то есть он как бы всегда такое впечатление что о его здоровье очень кто-то заботится это такой поп гапон да вы считаете я считаю так то есть было несколько раз случаев когда он призывал на демонстрации люди выходили а он в это время улетал и отдыхал там где-то в Италии еще где-то то есть ему как бы пульс спасибо значит мы сейчас прервемся на рекламную паузу потом вернемся к нашему персонажу не отключайтесь здравствуйте дорогие радиослушатели мы возвращаемся в программу политинформания и сегодня мы говорим об оппозиции и о ее лидере Алексей Навальным у нас есть звонок мы можем принять говорите пожалуйста добрый день да да говорите добрый день добрый день знаете что вот я слушаю наступление я понимаете настолько огорчен настолько поражен людьми которые ничего не знают и они выступают так как Навальным человек чуть глаз не потерял человек который много сидел который всю свою жизнь вот сейчас он мог же прекрасно жить у него прекрасное образование он посвящает борьбе никто не боровой я его хорошо знаю никто не идет на то на что идет Навальный скажите он не хочет он не хочет с кем-то кооперировать потому что он видит что это болото что они боятся что они трутят вы понимаете и говорить то то и крауни да что за глупость давайте давайте мы конкретизируем немножко да потому что звонков у нас сегодня много на что мы кстати не рассчитывали ваше мнение только быстро есть ли у него возможность прийти к власти или у него такой возможности нет вы знаете при этой ситуации сейчас об этом даже речи быть не может но в будущем что-то в будущем он может во всяком случае сделать толчок чтобы если не он это кто-то потому что он создает какой-то фундамент он создает в разных городах общество которые действия которые направлены против власти критикой власти если это он единственный который что-то делает и организовывает все остальное болото спасибо 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 за ваше мнение он так не позволял себе выступать хотя естественно он был трибун спасибо у нас много звонков я понимаю спасибо ну это тоже мнение в принципе Навальный делает он политик он хочет прийти к власти это правда я человеком не спорю абсолютно никто не спорит с тем что он многое делает и хочет к власти прийти добрый день говорите пожалуйста мы вас слушаем приглушите пожалуйста ваше радио приглушите радио и мы вас слушаем алло алло да здравствуйте у меня такой вопрос скажите пожалуйста а вот кто его однопартийцы какие это люди есть ли у них так сказать такие сомнения о них как и вот говорят сомнения в Навальном я вас послушаю по радио хорошо давайте сразу скажем о Леониде Волкове это его правая рука который полностью занимается организацией всех его выступлений и всех его несанкционированных и санкционированных акций это Любовь Соболь Любовь Соболь которая сейчас борется за избрание в Мосгордуму очень толковая интересная женщина она она юрист она адвокат она адвокат я наверное вот это его это вот его как бы три человека вот эти два человека это основных да у него есть почитатель это известный журналист Евгений Альбац которая поддерживает его очень сильно поддерживает кстати надо напомнить нашему радиослушателю что Навальный закончил или проходил курс в Ельском университете при поддержке Гарри Каспарова и той же Евгения Альбац поэтому образование у него достаточно высокое он политик который хочет любыми способами это правда прийти к власти за это он наверное может быть и страдает я не знаю страдает ли он или нет но вот интересно КПЗ все-таки страдает ну будем так говорить мы с тобой там рядом не сидели да у нас есть более тут звонили радиослушатели которые лучше нас с тобой знают чем его там кормят по крайней мере единственное можно сказать что его весовая категория когда он туда заходит и выходит не меняется понимаешь то есть его как бы внешние данные они абсолютно не меняются по этому поводу а как ты думаешь Ген высокомерный высокомерный ли он человек мне кажется он самолюбивый человек что для политика высокомерие и самолюбие ну наверное я бы объединил бы что для политика это очень важно да да он диктаторского типа управленец мне кажется поэтому из него получится наверное второй Путин только с другим уклоном вот вопрос второй или Путин или это может быть человек будем так говорить я бы не хотел бы сравнивать да мы тут в перерыве немножко не то чтобы спорили объяснялись я бы не хотел чтобы это было похоже чем-то на Адольфа Гитлера который кстати тоже был в оппозиции да и человек такой как бы вроде невзрачный и вдруг такой взлет говорите пожалуйста добрый день это да вы знаете я честно хотела сначала помолчать но потом подумала что нет наверное надо все-таки вспомнить такого в кавычках соратника Навального как Илья Яшин Яшин да ну сейчас отдельно он как бы отдельно на Украине и это вместо него якобы доделал Яшин я видела этот доклад это полный ноль это ничто это настолько выхолощенное что-то абсолютно без аргумент без аргументации без ничего просто вот буклетик такой никакой ни о чем и сейчас вот этот Яшин он примазывается к Навальному и ну там еще вот даже знаете из истории убийства Немцова там за Яшином тянется очень нехороший такой шлейф поэтому я не знаю я не знаю честно вот имея вот таких соратников я не знаю что думать о Навальном спасибо спасибо вопрос заключается вот еще вот в чем интересно да любой политик который стремится к власти который хочет этой власти он должен быть таким договоренным политиком да договореспособным да то есть он должен уметь договориться не только со своими соратниками да это тоже важно но и он должен уметь договориться с людьми которые может быть ему близки по каким-то вопросам является ли Навальный таким человеком скорее всего нет несколько раз вообще он вождистского типа политик об этом говорят кстати все и даже его почитатели ставя ему это в упрек он не смог объединить ни разу ни одну партию хотя в двухтысячных годах он говорил о том что чтобы сместить Путина нужно объединить просто всех в одну кашу и националистов и коммунистов и демократов но это так это просто между собой для того чтобы прийти к власти добрый день говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте а вы знаете я вот так не очень сильно разбираюсь в политике но перед этим звонил Валентин он не представлялся это мой земляк города Бобруйска ага он сам был в оппозиции и приехал сюда как беженец из-за того что ему там не давали жить и вот его мнение как раз было что это проект Кремля поэтому надо прислушаться к таким людям не мы смотрите мы не то чтобы отвергаем это мнение да то есть это мнение имеет право на существование то есть я абсолютно по этому поводу не спорю и может быть как говорится так оно и есть мы сейчас просто обсуждаем эту личность для того чтобы понять что россии светит в плане политики будущего понимаете вот то есть мы никогда не говорим об оппозиции мы в основном всегда говорим об каких-то российских проблемах о путине его окружения воровстве и так далее но пропустить такой персонаж как алексей навальный мы не можем поэтому мы о нем говорим в отличии от российской власти которая называет его этот гражданин этот товарищ о таких людях надо говорить и смотреть про и контра за и против поэтому мы предлагаем этот разговор для всех мы воспринимаем любое мнение потому что пока человек надо мы отдаем должное его энергетике мы отдаем должное его бесстрашию человеческому бесстрашию все-таки нужно уметь как говорится пойти как говорится разрушить свою в какой-то он талантливый человек надо дать должное талантливое умное очень важно понимать простую вещь иногда когда такие люди которых мы боготворим приходят к власти то действуют они уже совсем по другой схеме и в истории такие как будут примеры были а игнорировать историю мы не можем поэтому как говорится за и против мы я не знаю допустим вот пускай сейчас нам позвонят и скажут если бы вдруг так гипотетически да Алексей Навальный пришел в власти как вы думаете вот если позвонит нам наш радиослушатель который из Бобруйска приехал и скажет вот если он к примеру придет в власти что ждет в этом случае Россию я считаю что я считаю что вообще Навальный это копия Лукашенко это вот такой молодой еще никому неизвестный человек но который придя к власти ее во первых тоже никогда не отдаст он будет за нее держаться и это будет достаточно мне даже кажется что он будет репрессивный такой политик то есть другое мнение не будет восприниматься особо можно говорить о путине что угодно но все таки где-то как-то он дает на эхо москвы и на каких-то еще может быть потому что время такое он дает возможность что-то сказать вот я сомневаюсь что при навальном будет вот такая свобода свобода мнения потому что это даже сейчас как бы видно да то есть по тому как он общался с ксенией собчак и по тому а как она пыталась баллотироваться президенты россии да и его значит с ней общение его такой резкий выпад в ее сторону это обида была хотя я считаю что в принципе собчак сделала очень большую ошибку и понятно почему она баллотировалась но все таки мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день алё да да мы вас слушаем говорите вот про меня вы только что говорили с бобруйской так вот я вам еще раз да пожалуй что если это мое мнение лично мое да да конечно если он придет к власти да то это будет точно диктатор сто процентов диктатор с каким уклоном я не знаю потому что когда его просят там русский марш националисты русские он сразу раз и в кусты уходит и сейчас не понимаю что за рыба какой он дела и идеологию преследует не понять как коммуничать социалистику какую он ничего не говорит обо всем он оппозиционер и все а чуть что сразу кусты спасибо 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 я хотел бы еще сказать что все таки не допуск его Навального к президентским выборам восемнадцатого года это было конечно серьезная ошибка мне кажется что он бы не набрал бы уж очень большое количество голосов но Путин и его команда могли бы все таки показать что альтернативы наверное альтернативы сегодня Путину нету даже в лице Навального смотри а тебе не кажется что вот такое отношение Путина к Навальному в этом чувствуется что-то личное не как говорится не политический здравый смысл да а вот именно личное ну Путин же вообще не воспринимает никого кроме своих кроме своего окружения и кроме своих своих людей своего круга своего круга сотрудники внешней разведки которые люди которые с ним с Путиным работали в Германии которые с ним пересекались в Санкт-Петербургской мэрии это довольно таки небольшой круг и он только их ценит это свои люди те же Ротенберги с которыми он ходил в клуб по борьбе вот поэтому Навальный для него мне кажется вообще он его считает барыгой таким они все относятся к таким людям как выскочка как выскочка как барыга то есть человек который не достоин внимания вот это наверное будет правильно поэтому он и они все его не называют по имени чтобы не давать ему рекламу чтобы не показывать что он один из политического хотя надо заметить в семнадцатом году Навальный был признан вестями газеты вести лучшим политиком в 2017 в 2017 да 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 ну естественно не в 1900 а в 2017 был признан перспективным политиком по версии газеты вести поэтому я думаю что опасения у круга Путина есть определенные я думаю что если бы Навальный и Путин это было что-то личное Навальный бы лежал сейчас рядом с ним Немцовым если лично ты знаешь уже нет уже нельзя я думаю что уже нельзя нет я имею ввиду это было бы раньше вот после убийства после убийства Немцова трогать Навального категорически запрещено я думаю так да потому что я думаю что убийство вообще Немцова было большой ошибкой совершенная видимо как я думаю мы сейчас немножко от темы отвлекаемся без какой-либо санкции самого Путина потому что Путин человек надо признать осторожный вот его все-таки спецслужбы научили как нужно действовать хитро и он не прямолинейный человек поэтому я думаю что вот то что происходит с Навальным его оберегают от каких-либо вообще проблем вот и поэтому я думаю что может быть поэтому хорошо кормят наверное наверно наверное поддерживают его физическое состояние но давай скажем все-таки что брат его отсидел почти шесть лет в тюрьме как заложник об этом знают и как бы я бы здесь бы немножко не иронизировал по той причине что и Олег Навальный и сам Алексей Навальный они это время прошли достойно особенно Олег Навальный тюрьму прошел достаточно достойно ему приписывали многие вещи за которые он просто так отсидел за брата чтобы брата держать на крючке поэтому тоже это надо тоже признавать и как бы здесь здесь есть доля доля правды то что ему тяжело приходится хотя политика есть политика а как можно отсидеть непристойно о о вариантов кстати вариантов ну вот я поэтому да я поэтому достаточно но если поставьте посмотреть такого ходорковский тоже пристойно мы еще не знаем говорят да но как говорится то есть понимаешь что ли через годы очень многое может всплыть на поверхность а мы не мы не можем утверждать будем так говорить если даже быть про ходорковского все-таки от звонка до звонка практически 10 лет это да вот и когда ты слушаешь интервью дудя с этим значит блогером известным автоблогером да 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 который кстати рассказывал очень довольно скрупулезно те кто не видел это интервью посмотрите очень много интересного этот человек сказал то именно слово достойно достойно это наверное можно употреблять в отношении каких-то определенных людей потому что уже само попадание в застенки современные застенки я не оговорился кстати полиции милиции значит и вообще правовой системы России это довольно тяжелое испытание да продолжаем про Алексея Навального да значит ну будем наверное скоро резюмировать в общем говорить о том что он политик мне кажется он политик сильный он не дает обещаний как любой ну то есть у него нет конкретики как любой популист он говорит что он будет лучше всех перспектив нет перспектив я честно говоря не вижу в России все-таки власть наследственная наследственная она всегда была наследственная вот поэтому мне кажется будем так говорить был период да когда наследственность даже Ельцин был наследственный все-таки он был из этой же партии понимаешь он может был из этой партии но к власти пришел на фоне протестных значит ситуаций которые в советском союзе тогда существовали если бы не его выступление на партконференции Ельцина да и если бы он не был то будем так говорить его пару выступлений на съезде народных депутатов то еще большой вопрос пришел бы ли он к власти ну это так к разговору а Алексей Навальный будем так говорить на сегодня вообще интересно да до 2011 года 2012 года всегда говорили о немцове всегда говорили о Явлинском говорили о Хакамаде которая сейчас кстати вообще из политики ушла очень рекомендуем вам посмотреть передачу на ютуб канале называется на троих это rtvi да да rtvi пивоваров да ханзятко берут интервью у Хакамады посмотрите у Ирины Хакамады посмотрите очень интересное интервью она очень многие вещи там объясняет а и тут появляется человек с такой непростой кстати фамилии да такой как бы не очень кстати он себя считает украинцем у него есть украинские корни то есть у него не такая настолько звучная фамилия как немцов допустим да обычная фамилия навальна которая ну как то для политика она может быть не так звучит на ухо как звучит путин и вдруг этот человек получает у него рейтинг его популярности растет изо дня в день и самое интересное что молодежь к нему прислушивается да то есть будем так говорить чтобы вытянуть человека из дома на какую-то протестную акцию даже человек пошел прекрасно понимая чем для него это может закончиться должен быть должен быть вот такой гуру да который бы тебе вложил в твою голову в твой умишка что это для тебя надо ну он трибун надо отдать должное он умеет говорить он умеет молодежи ведь много не надо им нужно движуха вот но сегодня сегодня это же не системная оппозиция сегодня нужен такой человек наверное другого пока во всяком случае другого нету есть илья яшин есть милов есть какие-то еще политики и давай отвлечемся немножко от навального является явлинский сегодня оппозиция нет 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 явлинский это сбитый летчик это к сожалению мной абсолютно уважаемый политик он честный и не запятнал себя ничем во всяком случае то что я знаю но все явлинский это история это человек который уже должен должен смотреть со стороны на то что будет в россии в будущем значит у нас остается в основном только алексей навальный и больше как бы и дальше точки и дальше и дальше точки да то есть насколько мы читаем и насколько мы смотрим и интересуемся алексей навальный вот сколько ему его вчера выпустили забрали да ну есть есть например мне симпатичен то что я вижу илья яшин говорят что будучи депутатом района он очень много сделал но на федеральном уровне он в россии важен вождь вот вот абсолютно в это верю должен быть человек который может за собой повести это не политики европейского вот к сожалению борис немцов не был вождем вот он не был вождем он был парламентский политик умный интеллигентный спокойный резкий когда надо спокойный или резкий резкий имеется ввиду спокойно говорил очень жестко это но это был европейский политик поэтому он никогда не мог бы прийти к власти в россии ну так сложилась его судьба а да такой как навальный мне кажется что он он вождь при определенных обстоятельствах которые могут привести а к взрыву да внутри страны да и в первую очередь в москве потому что насколько мы изучали историю знаем историю революция всегда делается в двух городах после восемнадцатого века это значит москва и санкт-петербург или ленинград или петербург как вы или петербург да вот поэтому если какой-то будет взрыв такое да недовольство то навальный может может кто-то и на волне может кто-то еще появится мы не знаем точно так же как мы не знаем наследника путина сегодня это даже не явно но вообще навальный может может оказаться в нужное время и в нужном месте если конечно его как-то не подвинут или радикально не поступят как это было как это было с немцовым да к сожалению давай будем немножко потихоньку резюмировать да надо через две минуты но давай давай я скажу быстро такой как навальный минут остается хорошо навальный нужен сегодня как несистемная оппозиция как раздражитель власти а то как дальше будет ну время покажет или накажет я хотел бы сказать что по поводу оппозиции алексея навального надо просто наблюдать за тем что в россии происходит а происходит там не очень хорошие вещи мы знаем уже потому что произошло последнее время с подводной лодкой это как сигнал к тому что грядут не очень веселые времена и да действительно алексей навальный может оказаться в нужное время в нужном месте спасибо сегодня слушали всего самого лучшего до следующего раза всего хорошего до новых встреч до новых встреч до новых встреч